всем моим зрителям огромный привет и сегодня я вам расскажу о своих новинках шанель меня есть три новых продукта причем один из них это лимитка весны и лета 2017 года 2 это бестселлер третье моя очень давняя хотел такие румяна коко кодка коко 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 к 4 сектора причем два из них матовые и 2 шиммер на если смешивать все цвета получается светлый оттенок такого легкого загара с коралловым подтоном в комплекте есть плоская широкая кисть которая одновременно покрывает два сектора причем оттенки расположены таким образом что вы не сможете нанести только матовый или только шиммерный если пользоваться вот этой кистью то есть они как бы попарно сгруппированы и как бы вы кисточку не поставили одновременно всегда вы захватите и матовый и шиммерный причем визажисты шанель советуют наносить все эти оттеночки одновременно именно в качестве румян каким образом плоской кисточкой сначала два раза провести в одном направлении затем перевернуть кисточку другой стороной и провести уже горизонтально таким образом у вас получится ну практически шахматная раскладка или нанести румяна сначала одной стороны кисти и затем обратно другой когда я увидела оттенки я подумала что их можно использовать именно как скульптор под скулу для того чтобы усилить вот эту тень подскуловую на самом деле два оттенка они во первых довольно теплые для скульптурирования чтобы имитировать впадину в пигменте должно быть больше серого и во вторых именно в качестве скульптора не очень использовать шиммерные цвета их то есть это однозначно именно румяна но как видите с четырех оттенков только один такого классического цвета румяна поэтому в итоге оттенок получается как будто бы сквозь ваши загорелые щечки проступают робкий румяне все-таки использую отдельные цвета тоже но приходится для этого брать палец можно конечно какую-то точечную кисточку но на самом деле ей не очень удобно все растушевывать под прям пальчиком 1 1 1 я не ощутила у румян какого-то выраженного парфюмерного аромата скорее запах вот кремовой текстуры пудры что-то такое косметическое в чистом виде и отдельно про шиммер здесь нет никаких блесток очень-очень мелкие вкрапления каких-то искорок которые на коже вот дают скорее влажный эффект или эффект подсвечивания бестселлер шанель тушь для объема волиум у меня в черном оттенке и не водостойка там еще представлена водостойка когда-то лет пять назад мне в руки попадала миниатюрка по-моему она тогда только появилась и как раз ее в виде миниатюрки вкладывали в различные журналы пользовала ее с огромным удовольствием но вот с полноценной полноразмеркой не доводилось мне познакомиться я читала отзывы что некоторые называют вообще лучшей в линейке шанель и чуть ли не среди люкса в принципе некоторые не могут даже найти какого-то конкурента я могу сказать что она реально одна из лучших просто которые у меня были почему во первых у нее консистенция средней густоты причем такая что уже в один слой она дает очень плотно накрашенные реснички прям такой драматический эффект во вторых многие туши которые рассчитаны на объем часто конкретно промахиваться с щеточкой силиконовая с мелкими острыми щетинками это вообще моя любимая версия потому что если щеточка классическая с мягкими такими податливыми щетинками то она скорее всего не сможет хорошо разделить плотную текстуру туши они просто приглаживают ресницы в итоге из-за того что нет нормального разделения могут быть паучьи лапки или просто ресницы склеиваются в одну общем все как бы очень густо но очень-очень мало из-за того что они тверденькие острые они снимают излишки да но не так что остаются голые ресницы у меня была такая тушь когда ты красишь и тут же все стесывается обратно и вот этот вот круговорот туши на глазах продолжается до тех пор пока она не засохнет третий момент который мне понравился она не колючая то есть у многих вариантов туши в разных производителей очень острые щетинки прям вот реально царапаешь века себе если ты там не дай бог дотронулся до глаза глаз рефлекторно закрывается здесь как-то исхитрились и сделали острые щетинки но они не колючие они вот прям знаете ну довольно комфортные поэтому даже когда я прям дотрагиваюсь до кожи никаких особо неприятных ощущений не единственное за того что она не водостойка но как бы это и понятно все-таки если вы прослезитесь подройте глаза то она довольно быстро растворяется водой и третий продукт это помада в виде стика ручка костила у меня в оттенке 216 это по моему коллекция прошлого лета и помада выполнена форме такого довольно тоненького стика почти карандаша и благодаря тому что она не объемная да очень легко прорисовывать контур особенно с моими не гигантскими губами это я себе хотела такой вот и оттенок на каждый день когда мои губы выглядели бы практически как не накрашены знаете свои губы только это такой цвет припыленный роз сдержанный розовый оттенок с каким-то бежево-коричневый подтоном причем коричневый не выступает вперед и уменьшает губы это круто она очень легко наносится вот прям плавится на коже и сама по себе она вот даже видно что жирная у нее глянцевый такой финиш то есть видимо много масел в составе когда вы еды трагиваетесь до кожи она еще больше начинает плавиться вот мне напоминает шоколад очень пигментированная просто в одно касание дает такого довольно плотную линию видите ну вообще даже цвет как бы кожи не текстура кожи сквозь нее не проглядывают хотя казалось бы это такая бальзамообразно по моему из-за того что у него глянцевый финиш все-таки может выдаваться то что на губы что-то нанесено то есть это ни разу не мой родной цвет поэтому я наношу пальчиком ну то есть наношу точечно и растушевываю так чтобы остался пигмент на губах выглядит в таком случае максимально естественно потому что цвет остается но вот блеск какой-то уходит также что мне несколько удивило помада не парфюмирована то есть я не чувствую ничего кроме аромата но классической косметики не знаю крема кого-то без парфюмерная душ поэтому наверное в таком случае она классно подойдет тем кто очень чувствителен к ароматам или аллергии в целом я с удовольствием буду пользоваться всеми тремя продуктами если вы что-то из этого пробовали то обязательно поделитесь своим мнением в комментариях я с удовольствием сравню одинаковое у нас впечатление или нет и большое всем спасибо за внимание всех целую спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!